Те сообщения, которые вы пишете вот так вот, и будем их озвучивать, опять же, в этой студии вместе со священником. Ну давайте начнем. Позавчерашний вопрос. Каюсь сразу. Батюшка, добрый вечер. На исповеди один батюшка практически не дает ничего говорить. В основном задает вопросы. Как давно ты исповедовался, с кем живешь? И все говорит Кайси, проси о Богу прощения, и ты не можешь проговорить все свои прегрешения. А другой батюшка не слушает, что ты говоришь. Он накрывает тебя и Петрахелию, и пока ты говоришь о своих грехах, читает какие-то молитвы. Он тебя даже не слушает. А в конце спрашивает, все ли сказала, а затем читает разрешительную молитву. Такие исповеди будут приняты Богом? Безусловно, исповеди будут приняты Богом, потому что священник всего лишь свидетель. Даже если свидетель засвидетельствует как-то не очень, все равно решает судья. А поскольку Господь, Бог Вседержитель, Он абсолютно справедливый судья, еще и любящий отец, то Он не только в свидетельстве священника не нуждается для того, чтобы разобраться, искренне человек каяться или нет. Он даже, если священник будет как-то вредить кающемуся человеку, он все равно все поймет и простит, если увидит покаяние в сердце. Другое дело, что все-таки на исповеди можно было только обойтись разрешительной молитвой, свидетельством, молитвами от лица церкви для участия в таинстве. Все-таки, как мы помним, таинство недаром это некоторая тайна, это то, что нельзя загнать в какие-то вот рамки, что правильно свершили или неправильно. Надо помнить, что покаяние, оно начинается заранее. Человек осмысляет как-то свою жизнь, человек смотрит на свой грех, который повторяется, может, из недели в неделю, и понимает, что вот при каких-то ситуациях легче с ним справиться, при каких-то тяжелее. И когда человек приходит на исповедь, он у духовника все-таки с ним делится своими вот этими переживаниями. И батюшка, причем не то, что он какой-то прозорливый старец, а просто за счет некоторого пастырского опыта, это не то, что нечто какое-то ой, а просто поскольку типичные ситуации повторяются. Он действительно говорит, да, твое верное наблюдение, попробуй так или нет, тебя сатана голову морочит, лучше в эту сторону не иди. То есть таким образом священник, он может помочь человеку, вот этот путь к покаянию, к вершине, к исповеди, в следующий раз лучше пройти. Ну и мы помним, что все-таки, как Господь, когда исцелил, например, расслабленного около купели, то он им сказал, иди, больше не греши, да не горшите, что будет. То есть очень важно после покаяния, как человек меняет свою жизнь. И здесь человек может искренне раскаялся, и батюшка прочитал молитву, таинство свершилось, а человек не знает, как правильно поменять ему свою жизнь. Ну то есть там понимает, да не, снова пойду и точно так же буду осуждать, кости перемывать, точно так же с кем-то там бодаться, ругаться. И вот этой подсказки священника может не хватить для того, чтобы оправдать выданное Господу авансом, по сути, прощения на исповедь. Поэтому здесь, конечно, вот две такие изумительные крайности двух батюшек. То, что батюшка, который спрашивает, может он не очень даже знает, что говорит, но вот как-то он чувствует, что надо что-то спросить. И он правда беспокоится, может человек кается, но не молится, а может кается, но не во всех грехах, а правда там с кем-то сожительствует параллельно в каких-то тяжелых прегрешениях. Поэтому тоже пусть он и не прав каждый раз спрашивать, тем более если человек к нему ходит уже там десятый год одно и то же. Но что уж поделаешь, как умеет, так и пытается помочь. Другой батюшка, может наоборот, уже перерос, он тоже так спрашивал всех, потом понял, ну что это одно и то же, вот повторяю, не нужно. Поэтому лучший вариант это когда мышки не только плачут колеса, но продолжают есть кактус, а все-таки берут и стараются найти вот среди этой Сциллы и Харибды, вот этих отец Сциллы, отец Харибды налетает на кающегося грешника и как-то не очень-то помогает ему идти к Царстве Небесное, найти вот срединный путь, найти того священника, который все-таки не так сильно будет мешать, а возможно даже и немножко поможет. Для этого, конечно, возможно придется не в храм там рядом с домом, а чуть-чуть дальше проехать. Понятное дело, что такой возможности нет у тех людей, у которых там сельский храм, а ближайший за 50 километров. Но вот если вы в такой ситуации, то Господь обязательно простит, учтет на страшном суде вот это препятствие. Если же вы все-таки ленитесь, ой, не, встал попозже, поспал подольше, и поэтому до храма там мне нравится, там мне исповедоваться нравится, служба нравится, но мне просто лень, то тут Господь уже спросит построже, говорит, ну если ты сам не меняешься, а за помощью не приходишь, то оправдываться тем, что спать хотелось, не получится. Так вычеркиваем. Тяжелый вопрос нам прислали. Здравствуйте, мой любимый человек, с которым мы хотели повенчаться, умер. Я читаю молитву вдовы за супруга, она мне очень тешает. А можно ли так делать? Спасибо. Если этот человек, конечно, сделал предложение, то есть это не просто, ой, как-то познакомились, какие-то были планы, а человек, может, этот и не подозревал, что кто-то его на себе собирается женить, а все-таки, есть ли, правда, жених и невеста? Если мы посмотрим в древней церкви, использовался чин обручения, можно сказать, отдельно от венчания. У нас сейчас приходит человек венчаться, колечко берут, которое раньше в ЗАГСе надели, его в чине обручения в начале, первой части вот богослужения. А это была не одна история? Нет, нет. Сергей не знал, что это было? Конечно. По сути, у нас, как вот чин крещения младенцев, сначала чин оглашения, а потом сразу крестят. А взрослых в древности, естественно, оглашали, потом люди готовились долго, читали Евангелие, изучали, приходили креститься. С обручением и венчанием примерно такая же ситуация была, потому что обручение взяли еще из языческого, из римского права, когда уже обручение были договоренности, договоренности между семьями, финансовые какие-то договоренности по жилью, по проживанию, по приданному, по выкупу. И уже человек был обязан, но никаких прав еще не получал. Еще свадьба, еще все радости жизни, они только впереди. И вот по римскому праву, которое стало основой для нашего церковно-канонического права, тоже уже подразумевается, если жених и невеста обручены, но не венчаны. Да, они не могут вступать в супружеские отношения, да, они не могут еще жить одной семьей, но уже обязательства по разрыву, например, есть. То есть, если уже в этот момент разволвана, вот такая помолвка, можно сказать, то в таком случае уже не возвращается выкуп, какие-то вот тоже начинается деление имущества, ну то есть какие-то вещи вторичные, земные, но которые все-таки показывают, что да, договор дороже золота даже предварительно. В такой же ситуации находимся и мы, когда сейчас, конечно, уже нет чина обручения отдельного заранее, но есть такая замечательная традиция помолвки. У нас, когда наши прихожане венчаются, собираются, то тоже, когда уже они не скрывают, когда они собираются, вот там закончат рождественский пост или великий, то тоже мы их поднимаем нам вон после какого-то праздничного воскресного богослужения и говорим, да, вот порадуйтесь, люди готовятся. Уже они не прячутся, не ходят как-то по углам, а действительно они честно ходят рядом с друг с другом, они живут христианской жизнью, никуда там не влякаются ни в какую ненужную гадость, вот они живут, готовятся для того, чтобы быть вместе друг с другом и со Христом. И вот у нас, конечно, такой более радостный вот эти все вспоминания, они действительно важны, это не зря, что отвечая на грустный вопрос, вспоминать что-то более радостное, потому что этим можно и нужно укрепляться. То есть, конечно, претендовать на то, что это действительно был муж, нельзя, но тем не менее надо помнить, что вот молитва, которая дается, это же не молитва из таинства, не молитва богослужебная. Это просто как некоторый образец отношений. Человек потерял близкого, с которым вместе, пусть еще не сформировал, но собирался формировать образ живоначальной троицы на земле, муж, жена и бог. И поэтому те мысли, те идеи, которые в эту молитву вложены, если они отзываются в сердце, то это абсолютно не в букве церковного закона, а в духе. Хорошо, у нас меньше минуты до коротенькой паузы. Короткий вопрос. Батюшка, подскажите, пожалуйста, как правильно благословить крестным знаменем в напутствие человека? Спасибо большое. Пока же мы. Да, но батюшка, он благословляет, складывает так ручки, Иисус Христос и благословляет. А все-таки обычный мирянин, он поскольку не дерзает так руки складывать, хотя даже если сложить как батюшка, ничего страшного не будет. А просто берет и точно так же, как себя крестишь, просто крестишь другого человека. Очень хорошо, когда там мамы деток крестят, в том числе, когда мамы там, например, старенькие, а детки уже такие большие, в два раза больше мамы. Но все равно это очень мило, и со стороны люблю посмотреть. И, конечно, это сердце согревает. Друзья, кто еще не научился, попрактикуйтесь пока, а мы уйдем на короткую паузу. Каждый день мы боремся с болезнью. Мы мечтаем о будущем. Мы станем великими. Но сейчас нам нужно где-то жить. Добрый дом – это социальная гостиница для онкобольных детей. Благодаря вашей помощи сотни родителей могут сосредоточиться на главном – здоровье детей. Им очень нужна ваша помощь и поддержка. Отправьте смс на номер 3434 со словом «Дом 300». Или сделайте пожертвование на сайте dodifizdom.ru Физики – это задачи, на которые классический компьютер тратил бы миллиарды лет. И клирики. Почему наука и религия чрезвычайно тесно связаны. Наука. Идея о том, что есть силы, управляющие балансом и гармонией мира, прошла сквозь мир. И вера. Действительно ли наука – это инструмент познания Бога? Вместе или друг против друга? То ни во времена Коперника, ни во времена Галилея не было доказательств. Наука и Бог. Физика. Она сегодня нам открывает реальность? Физики и клирики. А еще Война Есенецкий говорил, что вообще-то думаем мы сердцем. Физики и клирики. По субботам на Спасе. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары. Исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный криворучка, «Уходим по одному, если что, мы геологи». Авторский цикл Никиты Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу, ведь она никогда не оставляла меня. Правда, поняла я это, лишь пережив многие бури и напасти. Иногда я спрашиваю себя, почему мне удалось выжить. Как я спаслась тогда маленькой девочкой, едва не утонув на пляже в гидропарке. Как пережила лихие девяностые, когда многие мои одногруппники погибли в перестрелках или от наркотиков. Как не умерла во время сложных родов. О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И даже если наступают тяжелые испытания, я вижу только одни следы на песке. Следы Бога, который несет меня на руках. Паломница. Телеканал «Спас» в вашем телефоне и на экране компьютера. Вера. А какое счастье ходить всей семьей на службу. Надежда. Друзья, в прямом эфире продолжается программа «Ответ священника». Напоминаю, что мы с радостью ждем ваших звонков. Звоните, пожалуйста. Мы всегда любим с вами общаться вживую. Это замечательно. Но мы продолжаем отвечать на те вопросы, которые уже у нас есть в WhatsApp. Батюшка, что делать, если мой ребенок верующий, а его одноклассники нет? Нет. А в учебниках написано про Сергея Радонежского. И одноклассники его обзывают и смеются над Богом. Что делать и как быть? Вот прям поддерживаю. Есть кто? Присоединяюсь. Да. Не очень понятна связь с Сергием Радонежским. Потому что вроде Сергей Радонежский – это тот человек, перед которым склонял голову суперлидер русского народа Дмитрий Донской. Один из русских величайших героев. Поэтому... А школота смеется. Да. Поэтому школота смеется. Поэтому надо отвечать. Ребята, если вы русские, склоните передо мной голову. Я Сергей Радонежский. А вы обычные воины. Поэтому повинуйтесь. Давайте я вас благословлю. На колени быстро. Вот. Главное – это уверенно. Говорите. Если это говорить ой, очень смиренно, чересчур, то, конечно, может, смирение будет более присуще Сергею Радонежскому. Но школоту это не проймет. Поэтому можно это дома потренироваться. Пусть это будет и смехом сопровождаться. Это не обязательно, что у людей как-то там в школе унись. Всегда можно разрядить обстановку. Поэтому очень хорошо, что дети все-таки из школьных учебников что-то о вере, о церкви узнают. Даже если в их семье нет. Поэтому, на самом деле, парадоксальным образом, мне кажется, это плюс ситуации. Главное, ее не стыдиться. Надо говорить, православие круто. Конечно, если православие круто, а ты самый слабый в классе, но тогда должен быть самый умный. Берете ребенка, натаскиваете, что он самый умный, и хоть другие ходят такие громилы, а все равно списывать-то приходится у православного там мальчика. Если не даются какие-то предметы православные, а все равно отличники есть, ну, значит, надо брать и на спорт водить, чтобы уже хотя бы первый разряд получать к концу школы. Если и понимаешь, что есть и отличники, и громилы, и все равно все вместе смеются, то надо комплексный подход. И то, и другое. Но в любом случае, своей верой не стыдится. Тем не менее, ребенку будет тяжело, если он будет считать себя абсолютно белой вороной, что вокруг него детей верующих нет. Верующих не просто чуть-чуть, а вот полностью как-то ориентированных на церковь. Поэтому для ребенка очень важна православная среда. Воскресная школа и подростковые клубы при храмах не нужны для того, чтобы получать знания. Знания, куда сейчас эффективнее получить. Подкаст православный включил, книги замечательные. Воскресная школа и подростковые клубы – это среда для детей, чтобы у них был воцерковленный круг общения. Не для того, что «Ой, там будут паймальчики, которых дурном не научат. Там такие паймальчики, пайдевочки, они все что угодно сами разнесут, и в воскресной школе, а уж в подростковом клубе и подавно». Поэтому нет, речь не об этом. Это не то, что институт благородных девиц какой-то. Православная воскресная школа и православные подростковые клубы нужны для того, чтобы ребенок пришел, и у него действительно были друзья, был круг общения, с которыми им весело, интересно, и которые тоже верующие люди. Поэтому «А, ладно, ну что там с таких глупцов взять? Ну, одноклассники, ну, как бы, надо учиться немножко привыкать. Если в офисе будешь работать, там тоже тебя не будут спрашивать, кто с тобой будет». По сути, наша школа же тренирует к такой взрослой жизни. Уже берешь в каком-то коллективе и работаешь, который ты не выбирал. Зато помимо этого коллектива, который ты не выбирал, вот у тебя рабочий день закончился у взрослого человека, тут есть и папа, и мама тоже не вспомнят какие-то школьные истории, которые они пережили и уже так подчевают на лаврах. А что-то актуальное скажешь? Да, действительно, прихожу я на завод, в свой цех или в офис, и там сажусь за столы, и действительно, но столько там дураков меня окружает, и безбожников меня окружает. Но зато в свободное время я могу выбрать себе круг общения. Могу выбрать тех людей, которые, даже если они неверующие, то они все равно уважают мою веру. Если они верующие, то они этого не стесняются. Поэтому ты, дружище, если ты вдруг застеснялся почему-то в воскрешную школу ходить, что ты уже взрослый стал, то ты сейчас это и расхлебываешь. Давай, пора возвращаться. Помимо воскресной школы, вот есть подростковые, там есть военно-патриотические, есть какие-то спортивные кружки. При храме что-то. Не значит, что при храме будет лучший тренер, чем в спортивном центре. Не значит, что при храме будет там, если какая-то оплата, то храм может себе позволить как бюджетное учреждение, там почти бесплатные кружки, особенно для многодетных семей. Конечно, это не сравнить. Когда ребенок занимается при храме, важно не само его присутствие рядом с храмом, а важно, что и другие дети рядом с ним верят. Именно поэтому, вот у нас, например, храм строящийся, у нас сам храм еще только проектируется большой. А мы когда поставили деревянный храмик, обычно после этого начинают сразу строить храм большой. Но я просто понимаю, община у нас еще не очень большая, в деревянном храме помещаемся, и мы начали строить воскресную школу, чтобы у нас были помещения, чтобы все помещались, чтобы дети одного возраста в одном помещении, другого в другом, творчество в третьем классе, пение в четвертом. Да, потому что нужно место, где собираться. В храме, прямо в самом, во время богослужения или после богослужения между иконами болтать за жизнью ребятам не очень хорошо. Конечно, если это не брать какой-нибудь вот гигантский собор уже в теле, где людей толком нету, а пространство такое, что если в одном храме, в уголке храма говоришь, о другом ничего нету. Поэтому обязательно, обязательно поищите. Ради этого, тем более уже если ребенок такой более взрослый, не совсем малыш, который даже и возить не надо, то, правда, ребенка можно отправлять. Не обязательно брать и переходить в другой храм. Вот не везде есть подростковый клуб, у нас есть подростковый клуб. К нам ездят дети, прихожане других храмов. Они ходят себе в храм вместе с папой, с мамой, где папа и мама удобно, их духовник, им там нравится, сам ребеночек там вырос. Но там, например, нету вот круга общения. Так, ходите, пожалуйста, на богослужение свой храм, но найдите там, где есть кружки занятий, где есть круг общения для вашего ребенка. Да, помните, ничто не формирует личность так, как среда. Это вот как раз оттуда. Я, на самом деле, присоединяюсь к вопросу, это очень важно отстаивать то, во что ты на самом деле веришь, но для ребенка бесконечно важно одобрение окружающих. Я с этим сталкиваюсь каждый день, когда они на себе, мои дети тестируют, да, как к ним относятся, как на них смотрят, что про них говорят. И это огромное подспорье просто в формировании их личности собственной. Поэтому я желаю вам огромных успехов, чтобы Дуа был силен и мальчик знал, что ответить. И Сергей Радонежский с ним. Вот. Воспользуйтесь, кстати, советом. Мне кажется, это очень остроумно и оригинально будет. Мы сейчас с вами уйдем на небольшую паузу, но дальше вернемся и продолжим. Каждый день мы боремся с болезнью. Мы мечтаем о будущем. Мы станем великими, но сейчас нам нужно где-то жить. Добрый дом – это социальная гостиница для онкобольных детей. Благодаря вашей помощи сотни родителей могут сосредоточиться на главном – здоровье детей. Им очень нужна ваша помощь и поддержка. Отправьте смс на номер 3434 со словом «Дом 300» или сделайте пожертвование на сайте dodifizdom.ru Физики. Это задачи, на которые, ну, классический компьютер тратил бы миллиарды лет. И клирики. Почему наука и религия чрезвычайно тесно связаны. Наука. Идея о том, что есть силы, управляющие балансом и гармонией мира, прошла сквозь. И вера. Действительно ли наука – это инструмент познания Бога? Вместе или друг против друга? То ни во времена Коперника, ни во времена Галилея не было доказательств. Наука и Бог. Физика. Она сегодня нам открывает реальность? Физики и клирики. А еще воин Исенецкий говорил, что вообще-то думаем мы сердцем. Физики и клирики. По субботам на Спасе. Святые. Святые – это обычные люди, но которые проводили свою жизнь в постоянной молитве, посте, воздержании, в исполнении заповедей Божьих и таким образом угодили Богу. За это они получили от Господа особые дары – исцеление, пророчество, чудотворение и после своей кончины удостоились Царства Небесного. Избыток любви, явленный святыми в земной жизни, подвигает их и на небе быть ходатаями за всех людей перед Богом. Святые отцы – это подвижники и учителя, праведники Христовой Церкви, прошедшие в земной жизни деятельный путь очищения от страстей и оставившие людям свои поучения и советы. Это итоговая программа «Главное». События недели, о которых говорят все и то, что увидели только мы. «Главное» с Анной Шафран. По воскресеньям. Подпишись на «Главное». Как говорил наш Мичман, незаввенный криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Авторский цикл Никита Михалкова «Бесогон». По воскресеньям. Я всегда мысленно благодарю Пресвятую Богородицу, ведь она никогда не оставляла меня. Правда, поняла я это, лишь пережив многие бури и напасти. Иногда я спрашиваю себя, почему мне удалось выжить? Как я спаслась тогда, маленькая девочка, едва не утонув, на пляже в гидропарке? Как пережила лихие девяностые, когда многие мои одногруппники погибли в перестрелках или от наркотиков? Как не умерла во время сложных родов? О, сколько ужасного может случиться, если рядом нет того, кто незримо оберегает тебя от всякого зла. И даже если наступают тяжелые испытания, я вижу только одни следы на песке. Следы Бога, который несет меня на руках. Поломница о самом главном. Авторская программа Владимир... Друзья, продолжается в прямом эфире программа «Ответ священника». Отвечаем на ваши вопросы. Батюшка, разрешается ли просить смерть в случае тяжелой болезни? Конечно, разрешается. При этом ни в коем случае это не должно быть некоторое отчаянное. Ой, я хочу умереть, все потеряно. А наоборот, это как некоторое доверие Богу. Да, Господи, я заслужил. Это мне по моим грехам. Мне тяжело это терпеть. Я знаю, что для моего спасения души мне надо еще потерпеть, еще помучиться. Что я понимаю, что я настолько там глубоко упал и не раскаялся, что ты мне даешь возможность сейчас искупить свои грехи, а не где-то уже на страшном суде, где будет поздно, когда уже время закончится, и в вечности я останусь без тебя. При этом мы можем как просить и ослабление болезни, так, конечно, говорим, Господи, если не достоин я вот такого чуда, то действительно я готов умереть. Я всех простил. Но вот надо смотреть, а правда ли я всех простил? Нет ли ослабления? Если тяжело больной человек молится о смерти, о своей, но при этом это делает со злобой, вот на зло как Богу, если он при этом тоже молится и думает, ой, как я умру, и все будут там мне горевать с гордостью, если он думает, ой, конечно, вот умру, но, может, совесть зашевелится у моего обидчика и тоже обиды в тебе следит. Это совсем не то. Это ты смерть еще не заслужил. Потому что Господь тебе посылает болезнь, страдания для того, чтобы ты исправился. Отпустить все это. Ты понимаешь, что ты тебя плохо схватил, и ты понимаешь, что ты с кем-то там бодался по жизни, что это пустяки, вообще не стоит выеденного яйца на этом фоне. Ты действительно понимаешь, что самые твои достижения в жизни это не где ты там возвышался, а наоборот моменты тишины, спокойствия, смирения, любви, да, и тоже уже гордость отходит. Та, не важно, кто обо мне о том, что вспомнит, подумал. Если ты в каком состоянии будешь, то Господь действительно может послать смерть скорее, а может послать и исцеление. Ему ничего не стоит и то, и другое сделать. Более того, можно молиться, а вот здесь как раз более спокойно. Для молитвы за себя о смерти, видите, это надо быть хорошо подготовлено. А вот для молитвы о смерти близкого, дорогого, любимого человека, чтобы он умел скорее, эта молитва есть не просто личная, а общая церковная. Вот иногда зовут священника, крайне редко. Канон на разлучение души и тела. Приходит батюшка и молится о том, чтобы человек перед ним умер. Мучается, страдает человек, никак не может отойти, там уже все, не ест, не пьет, несколько дней, да, а умереть не может, и пищу не может принимать. И то есть зовут кто-то вот, ну, это только глубоко воцерковленные люди, потому что чаще всего люди очень эгоистичные, у них рядом их близкий человек мучаются, они не для себя, чтоб остался еще, да, они не думают уже о страдающем, болеющем человеке, они хотят его оставить для себя. Но если человек воцерковлен, если он понимает соотношение жизни и смерти, то, конечно, он хочет, чтобы человек рядом не страдал. Бывает, что люди, ну, вот просто, да, пособоровали человека, без сознания, уже причтить нельзя, там, на дому. Говорят, ну, батюшка, что еще можно сделать? И порой люди не воцерковленные, говорю, вот можно реально сейчас мы встанем и вместе будем просить о том, что человек умер, отмучился. Больше вот с ним не было вот этих земных мучений, чтобы все уже душа. И как реагируют? И есть люди, кто говорят, да, есть говорят, или батюшка, давайте я выйду без меня. То есть уже не нужно этого бояться. Поэтому тут на самом деле нам не обязательно диктовать волю Бога. Ой, Господи, исцели, или, ой, Господи, быстрее умрет. И нам этого хватает, ничего больше не нужно. Если нам надо как-то свою мысль направить на какую-то узкую задачу, то можно молиться и об исцелении, и наоборот, о скорейшем исходе души из тела. Ой, это, мне кажется, должна быть просто невероятной крепости веры, потому что у меня сестра работает в пресс-службе крупной больницы, и она вчера снимала палеотивное отделение. И она была в таком шоке, что она мне звонила, и у нее голос дрожало. Она говорит, я видела этих людей, которые, в общем, они в полубессознательном состоянии под морфием, и на двери каждой палаты висит, ну, что-то типа такого диагноза, кто, сколько, как зовут и от чего. И говорит, я захожу в палату, лежит бабушка, такая высохшая старушечка, глазки закатились, понятно, там, под препаратом. И я думаю, вот, как бы, все мы так уйдем. Смотрю надпись на двери, 80-го года рождения. То есть человек, вот, в раковом состоянии, доходит до этого, и часто близкие не готовы отпускать, не готовы вот к таким шагам. Это очень, наверное, тяжело. Надо просто помнить, сатанаш обманывает. Он говорит, ты когда цепляешься за человека, это по любви, это не по любви, это по сопничеству, по гордости. Когда ты любишь человека, ты думаешь, что для него лучше сейчас всего. И, возможно, для него сейчас лучше, не то, что лучше для тела, а то, что лучше для его бессмертной души. Ой, да. У нас остается где-то три минутки до конца. Шедевры произведения искусства основаны на изображении сильных чувств и страстей. Православие считает наличие их в человеке грехом. В то же время считается, что большое искусство от Бога. Так позволительно ли человеку испытывать такие бушующие чувства? Чувства – это здорово. Господь нас создал с чувствующими чувств, экспрессия и сострадание такое вот глубокое от души, когда вот ты с человеком, и радость, когда ты так обнял, да, у меня есть там друг батюшка, он как меня приобобнёт, так аж затрещат, хотя я сам тоже не маленький, да, вот. То есть это очень здорово, это хорошо. Сатана ничего не может предложить самостоятельно, он может лишь портить. По сути страсти – это где паразиты к нашим чувствам прилепились. У нас есть яркое, хорошее, радостное, творческое чувство, которое позволяет, в том числе и в искусство, изливаться. А сатана на нём паразитирует, отравляет. Вот капля яда в стакан идеально чистой кристальной воды, она всё отравляет. Поэтому, конечно, искусство, оно пробивает сильным чувством. И как раз самый простой способ, с технической точки зрения, пробить зрителя, это добавить какой-нибудь чернухи. Ты вот, если возьмёшь кино, даст снять какие-то светлые чувства, радостные, это искусство невероятное. Снять какой-нибудь яркий запоминающийся злодея, даст какую-нибудь гадость, и это будут обсуждать все кинокритики. Но ты просто съехал, ты сдался, ты вместо того, чтобы взять что-то совершенное, взял некоторую жалкую пародию на это. И про изобразительное искусство то же самое. Но, тем не менее, в какой момент мы такое можем искусство употреблять, которое на что-то дурное, на страсти? Только в тот момент, когда у нас есть некоторый запас сил, или когда мы сами в эти страсти схватились. А когда мы смотрим на настоящее искусство, которое возвышает, то и нашей душе становится хорошо, и наши чувства тоже восхищаются. И мы приближаемся к Богу. Недаром церковное искусство, это не только то искусство, которое, ой, православное, можно только церковное искусство, но это искусство с узкой задачей общения человека и Бога. А мы помним, что сказал Господь Адаму? Украшай окружающий мир. Да? Заботься о нем. Управляй им. Поэтому даже если мы творим или наслаждаемся творчеством, это очень хорошо. Поэтому и сейчас, в дни рождественского поста, я бы тоже всем посоветовал. Не нужно изображать, что ты великий аскет, который читает только святых отцов. Прочитай хорошую художественную книгу. Сходи в музей, сходи в театр. Раньше театры были запрещены, потому что это место для злословия и сплетен. А сейчас, когда ты включаешь телевизор и смотришь глупый сериал, для тебя, если ты встанешь, выключишь телевизор и пойдешь в театр вместе с женой, это будет несомненный духовный рост. Искусство создано, чтобы служить в соединении Бога и человека. Будут капканы на этом пути? Будут. Надо их бояться? Не надо. Господь все равно ждет, в том числе и так. Спасибо большое, отец Тахи. И, друзья, напоминаю, что сегодня на ваши вопросы отвечал Ири, Тахи, Калатвин. Ну, а у нас на этом все. Мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Присылайте ваши вопросы, ну и, конечно, дозванивайтесь в нашу студию. Нам всегда очень приятно. Вам хорошего вечера и до встречи. С Богом! Вот точно.